Регион готовит ряд предложений, которые помогут решить вопросы, возникающие сегодня в строительной сфере. Один из них – резкое повышение цен на материалы. Вопросы реализации инфраструктурных проектов, дальнейшего развития стройкомплекса с учетом новых вызовов рассмотрели на встрече губернатора Андрея Бочарова с руководителями предприятий профильной отрасли, финансовых организаций и депутатами. Своевременно принятые решения позволили стройкомплексу региона успешно работать, выполняя все поставленные задачи и в период пандемии. Строители продолжают деятельность в условиях стабильно высокой загрузки, которая формируется в ходе реализации нацпроектов, приоритетных проектов развития области. Строительный сектор региона обеспечивает работой более 200 тысяч человек. Строитель отрасли последние дни переживает сложный период, но у строителей есть одно железобетонное правило – медленный строитель – это мертвый строитель. Поэтому сейчас вся отрасль настроена на то, чтобы не притормаживать начатые проекты. В ходе совета его участники отметили, что снижение доступности зарубежных финансовых средств потребовало от всех более рачительного отношения к своим ресурсам и бюджетным средствам – мерам господдержки, повышения эффективности работы. Объем выполненных стройкомплексом Волгоградской области работ ежегодно увеличивается с 79 миллиардов рублей в относительно спокойном 2019-м до 80,3 миллиардов рублей в сложнейшем 2020-м году и более чем 84-х в 2021-м. Выполнена задача по вводу жилья. В минувшем году построено около 800 тысяч квадратов. Решены проблемы более чем 1800 дольщиков. Эффективной работе способствовали меры региональной и федеральной поддержки, предоставление инвесторам земельных участков в аренду без торгов, налоговые льготы и льготы по аренде земли, поддержка добросовестных застройщиков, стимулирование рынка жилья через льготную ипотеку. Сегодня строители, как и все участники экономики, оказались в непростых условиях. Использовать их нужно как дополнительный стимул к развитию, подчеркнул губернатор. В этот период новых, уже определенных ограничений и новых экономических вызовов различного плана, у нас с вами есть уникальная возможность воспользоваться возможностями этого периода. Несмотря на все трудности, воспользоваться и укрепить строительный комплекс Волгоградской области через создание новых производственных мощностей, производственных цепочек, создание новых или возобновление старых кооперационных связей. В общении с губернатором застройщики изложили проблемы. Главное из них – резкое повышение цен на материалы и оборудование. Вот я взял счета, выписал. За последние недели прыжок цен. Есть 53,85 прыжок цен. Я эти все счета передал в комитет. Может быть, в конце концов, или орган какой-то, или ФАС передавать. Но надо это налаживать в систему. Есть просто наша российская продукция. С какого бока она 42 процента? Вопрос ценообразования необходимо решать, подчеркнул губернатор. Все проблемы, обозначенные строителями, будут включены в пакет предложений по работе отрасли в современных условиях. Любые предложения, которые с вашей стороны есть, для вопроса, обязательно направлять в комитет. Мы еще с своими коллегами сегодня, завтра и в субботу будем обсуждать. Просто нужна ситуация, выстроить систему. Систему противодействию незаконному обогащению определенных компаний, структур, либо лиц. Особенно, еще раз говорю, в этот период. Губернатор поручил создать рабочую группу, которая будет вести мониторинг ситуации в строительном секторе региона и оперативно реагировать на нее. В группу войдут в том числе представители депутатского корпуса. Поручение этой рабочей группе не только мониторить стоимость строительной индустрии, но и саккумулировать все те предложения, подготовить их и передать на федеральный уровень. И посмотреть, что мы можем сделать именно на уровне региона. Потому что опыт тоже здесь у региона очень хороший. И мы ранее вот в таких непростых ситуациях, значит, у нас был действенный комплекс мер, который показал свою эффективность. На 2022 год губернатор ставит перед строителями важные масштабные задачи. Среди них выполнение всех планов по вводу жилья, проектированию строительству коммунальной и транспортной инфраструктуры, продолжение поэтапного расселения аварийного фонда, полное завершение работы по восстановлению прав участников долевого строительства, продолжение строительства социальных и других объектов в рамках национальных и приоритетных региональных проектов развития. Ирина Абрамова, Андрей Терсанов. Время новостей.